Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. В новом детском садике «Морячок» прошла тренировочная эвакуация детей и персонала по причине возникновения в одном из помещений очага возгорания. В тренировке приняли участие сотрудники специальной спасательной пожарной части номер 4. Подробности далее. Тренировка по эвакуации детей при возникновении пожара началась в «Морячке» по сигналу тревожной кнопки. По легенде учения, возгорание возникло в прачечной детского сада. Как только прозвучала тревога, педагоги и персонал приступили к выводу воспитанников на улицу. Старались не торопиться, чтобы не создавать паники, но и не медлить. Летом расчетное время эвакуации составляет 3 минуты. Согласно плану эвакуации, который разрабатывается заблаговременно, проводится такая отработка. То есть мы определяем, где будет располагаться очаг пожара, и, соответственно, уже прибывшее пожарное подразделение проводит соответствующие меры для его ликвидации. В установленное нормативное время весь персонал и дети, прибывающие в образовательном учреждении, должны покинуть помещение. Соответственно, мы контролируем весь процесс эвакуации. Самое важное – это слаженные работы персонала учреждения. Ведь детей нужно успеть, а дети вывезти через запасные выходы. Ребятишки вели себя организованно, никто не плакал. Учебные тренировки проводятся в детском учреждении регулярно. В то же время, прибывший на место пожарный расчет приступил к боевому развертыванию пожарно-технического вооружения для отушения пожара. Учитывая сильное задымление, сотрудники пожарной части работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Наша задача была прибыть, изучить объект, провести разведку условного пожара и развести эвакуацию и локализацию условного возгорания. В считанные минуты условный пожар был локализован, очаг возгорания ликвидирован. Плановая учебная тренировка в дошкольном учреждении прошла успешно. Все его участники уложились в нормативное время. Было эвакуировано 147 детей и 14 человек персонала. Завершили тренировку практические занятия. Малыши обучили правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим на пожаре. Напомнили, как следует вести себя при возгорании. Впечатлений у детей было много. Такие мероприятия ежегодно проводятся с целью отработки навыков у детей и у персонала их действий в случае чрезвычайной ситуации пожара. В детских учреждениях у нас фактов ни возгорания, ни пожаров не было зарегистрировано ни в этом году, ни в прошлом году. И надеемся, что мы такого не допустим. Редактор субтитров А.Семкин